Всем привет, ребят! Сегодня нам выкатили обновление и давайте посмотрим, что же нам нового классного поставили. Ну давайте начнем с ивента. Это коллаборация с аниме Berserk. Всем фанатам аниме. Просто вообще классные такие... Внешечки подвезли и все остальное. Ну давайте посмотрим, что же здесь прикольно. Ивентовые задания. У определенных нипов получаем задание, получаем опыт влияния. За последнее задание получаем опыт влияния 50, свет волоксов плюс 60, ивент камень Бехета 1. Это алхимический камень, равный крепкому. Ну такое себе, он не устанавливается. Как легко проложить автопуть к этим заданиям, покажу сейчас в игре. Просто нажимаем кнопочку О, открываем новые задания. Вот у нас ивент гостей из другого мира. Вот просто нажимаем проложить автопуть и бежим от NPC к NPC, к этим NPC прокладывая автопуть. Если посмотреть на карте, находятся они у нас вот здесь. Ну и бегаем, там ничего сложного, принеси подай, ни нафиг не мешай. Так что заострять внимание на этом не буду. Идем дальше. Предмет. Камень Бехелит, как я говорил, равен крепкому камню. Вот так вот выглядит рыцарь черепа. Носвератус зод. Это полевой босс, который будет резаться каждые 3-6 часов. Это полевой босс. Но хп этого полевого босса, я так понимаю, там написано, что он не равен всем серверам. И можно будет попрыгать по каналам, помочить его. Ну посмотрим, как это будет написано одно, обычно все другое. Так что побьем, первый раз увидим. Это вот такой вот он красавчик будет. Резаться он у нас будет. Кладбище Хексы Мари. Ну, что у нас там падает? Камень Бехелит, Камень Кафрас, Золотые Слитки, короче, остатки темной энергии, обломок Когтя Черного Духа. Скажем так, довольно такой прикольный Лутецкий. Также появился новый разломный босс Мишка, которого советую ходить бить. Опять же, вот смотрим в игре, да, через ту же клавишу О, новые задания. А вот у нас еще ивент, угрожающий Мамор. Это вот здесь, вот он у вас 100% сейчас появится, либо появился. Идете, бьете его. Учтите, ребят, этот медведь шотает. Без разницы, сколько у вас дефа будет. 340, 320. Пофигу, он просто лапой взмахает и все, и ты на респе. Не заморачивайтесь, бьется он довольно легко. Я бегал, бил у волшебницы. Ну да, я там побегал минут 10-15, попрекалывался. Но у меня там 8 дефа и 140 атаки. Как бы ушатал нормально вообще. Не особо заморачиваясь. Если у вас нормально дамага, вы его довольно быстро убьете. Как-то так вот. Что у нас дается? Вам нужно 3 когтя. Этот босс у нас будет появляться быстрее, чем обычные боссы. Почему советую побить именно сегодня? Чтобы он у вас арестнулся в следующий раз. Сразу идете опять, бьете. Так, третий раз. Получаете 3 когтя. Приносите NPC Тахросу. Отдаете в награду. Получаете совет Валкса плюс 100. Я думаю, ради этого стоит побегать, подыхать немножечко. Так, идем дальше. Что у нас там еще нового и интересного? Ну, по ивинтику вроде как разобрались. Новости премиум магазина. Завезли опять же нам всякие приколюшки. Много-много всяких скидок. В продаже медвежонок и ежик, которого очень долго ждали. Так, ребят, сразу же. На ежике написано автосбор. Но это не автосбор, как мы привыкли. Раньше нам втюхивали геймнеты ежиков на автосбор. Это которых ставишь, и они сами собирают травку. Нет, это обычный ежик, который удваивает ресурс. Так что покупайте, не парьтесь. Ежики не стакаются, говорю сразу. То есть, одного ежика купили, вам его достаточно. Ну, если единственное, вы хотите его загрейтить. Загрейт его можно только питомцами класса Limited. То есть, такими же ежиками, мишками. Ну, еще можно скрестить его с привидением. Это призрак, который скрещивается со всеми питомцами. Подвезли очень прикольные внешки на некоторых персонажах. Особенно на воинах ганс. Ганс вообще классно смотрится. Ну, это для воина офигенный такой. Подходит, скажем так, по стилю берсерка. Именно с аниме берсерк. Ну, и так прикольненькие костюмчики. Может, кому-то зайдет. Я бы, допустим, на фулю взял. Беленький в черный цвет покрасил. А было бы топово. Возвращение золотого рыцаря. Комплект Слава Судат. Со скидкой. Долгожданная скидка на лагерь Скиталис. Кто ждал, ребят, покупайте. Скидка на все товары в категориях мода, интерьер, без и инвентарь. Там много-много скидок. Скидки сейчас посмотрим. Также, ребят, очень-очень-очень внимательно. С 0 часов 22 ноября до 23.59.22 ноября. Только один день. Только одна покупка на аккаунт за одну милю. Можно купить питомца 4 ранга. Не знаю, там в запоминалку себе куда-то. Куда-то себе это ставьте, чтобы у вас 22 ноября. После нуля сразу заорало где-то что-то, что купи иди этого питомца 4 грейда. Как бы не обломайтесь, ребят. Будьте внимательны. 22 ноября с 0 часов до 23.59. То есть, один день с 0 до 23 часов. То есть, успевайте за это время за одну милю купить питомца 4 грейда. Как он выглядит, не знаю. Можете даже не спрашивать. Только в течение двух недель уникальная коллаборация Black Desert. Можете приобрести данные внешечки всякие прикольные. Ну и скидки на все полезное. Это сейчас мы в шопчик зайдем и глянем, как это все выглядит. Скажем так, в натуре. Вот здесь у нас новинки. И вот завезли у нас. Мне интересен. Ну вот, на лучник. Такое себе вообще. Этот смотрится только исключительно на воине. Вот этот топчик на воине. Как бы это для воина вообще. Доспех на остальных персонажах. Ну не знаю, может кому понравится. Берите фанаты этого аниме. Прикольно будет смотреться, может быть. Ну на лучнике это такое себе. На страйке посмотрим. Ну на страйке, ну блин, ну без меча это не то, короче. С этим костюмчиком вам дадут 37 камней и крон. Скидка на палитру Мирабы, как обычно. Палитра Мирабы один день. Ну естественно сам костюмчик. Костюм прикольный. Давайте, мне интересно, как это будет смотреться на моих персонажах, которыми я обычно много времени играю. Волшебница, к примеру, как это будет смотреться на волшебнице. Ну, я бы шлем снял. Очень-очень-очень ярко белый. Ну у меня просто выключены настройки. Но такое себе. Я покрасил бы какие-то темные оттенки. Как бы этому костюмчику более темные оттенки подходят. Ну так же кроны, там скидка на Мирабы и так далее. Смотрим дальше, что у нас такого интересненького еще подвезли. Набор можете приобрести. То есть дают вот такую внешку на фею. У вас будет вот такая фея. Также дают музыкальную шкатулку с шкатулкой бихелит. За 1609 жемчуга. И опять же сможете выбрать себе костюмчик. Это на мужской класс, на женский класс, ну и на оставшиеся классы. Набор в честь годовщины стандарт. То есть за 999 жемчуга, ну скажем так, за 1000 вы сможете приобрести на выбор одну горничную, склад, либо аукцион. 20 дней прем, мишка. Слоты инвентаря 16. Сундук аксессуаров, нижнее белье. И палитра Мирабы на 7 дней. Ну, мне как-то больше понравился вот этот вот набор. Здесь ежик. Прем на 20 дней. Элиан на 20 дней. Ну, Камасильв, как его сейчас называют, на 20 дней. Там войны на 20 дней. Ежик. 20 памяти мастера. Сундук с полным комплектом. Это полный комплект. Можете открыть его на любой класс. Это пробужденный комплект внешки. 50 слез Элиана. Также нижнее белье и очки еще в придачу. То есть, не знаю, очень-очень классный, очень вкусный набор. За 2300 советую. Есть еще, кстати, купончик. Сейчас посмотрим, действует ли купон. Так, купить. Скидка на купон. Ага, не суммируется, да? Ну, без разницы, не суммируются они. И за 2078 джемчика вы можете приобрести вот такой прекрасный набор. Советую. Опять же, со скидкой палатка 2590. Используем купон Изи2300. Покупаем. Кто ждал скидку на скиталец, ребята, берите. Ну и дальше у нас продается фея-пак. Это внешка, которую можно одеть на фею. Все это продается в единственном экземпляре на семью. Ну, мишек можно брать, конечно, там немеряное количество. Ежики. Музыкальная шкатулка. Ну и большие скидки на всякие приобретения в мебели и так далее. Вот такие приколюхи завезли в магазин. Так что, кто ждал мишек, кто ждал скидки на лагерь, идем, ребята, покупаем. Потом, сколько еще этих медведей не будет, не ждите. Так, извиняюсь, это микрофончик, что-то у меня тут начал барракозить. Взял сам по себе и раскрутился. Так, смотрим дальше. Поздравляем с годовщиной. Но это вообще что-то нереальное. Замутили. Мало нам пета дали 4-го грета. Давайте посмотрим календарь. Прем на 20 дней. Том войны 20 дней. Камасиль в 20 дней. Том ремесла 20 дней. Зеркало иллюзии 11 штук. Это чтобы ходить, продлять в этом... Как оно называется? Это уже забыл. Даже алтарь крови. Тьфу, на него никто не ходит. Нафиг никому не надо. Расширение инвентаря 8 слотов. Договор горничной ИРН. Сбор скрещиваний кобыла 2 штуки. Премиум купон на изменение внешнего вида лошади 1 штука. Клеймо транспорта 2. Смена навыка транспорта 5 штук. Ивент золотой колокол 1 штука. Навык транспорта 2 штуки. Изучение навыка транспорта 2 штуки. То есть, не знаю. Грузоподъемность 100 ЛТ. Цветочный мед 5 штук. Энергия королевы феи. Это сбросить можно фею. И зареролить ее, скажем так. Если вам не нравятся скиллы вашей феи 4 грейда, вы просто скидывайте и опять качаете. Может она у вас что-то классное возьмет. Память мастера 10 штук. Благодать элион 5 штук. Купон на наряд 1 штука. Камень печати 3 штуки. Комплект джат 1 штука. Это вообще, это что-то. Так что, ребята, ну просто, я не знаю, это шикарно. Корейцы молодцы, красавцы, хоть в чем-то. Ладно, идем дальше. Мамор появляется из разлома. Об этом я уже вам сказал. Делаем, не забываем. Дополнительное получение боевого опыта. 500% боевой опыта. Опыт навыков 50%. Распространяется на все каналы. Кроме Оливии и Арши. Наверное, как обычно. Так, сейчас почитаем. Дополнительное получение премиума. Опыта применяется по всему миру. Блэк Дезерт, однако данный ивентовый эффект не суммирует с постоянными дополнительными эффектами серверов Оливии. Ну да, я как и говорил, на Оливии досвидос. А нет, наш работает. Это же дроп, да не работает. Посланник Судат. Об этом я уже вам рассказал. За одну милю покупаем. 22 ноября вы можете приобрести питомца. Питомца Посланник Судат можно приобрести один раз на аккаунт в период ивента. Доступно для покупки за одну милю. Можно приобрести только в период ивента. В случае тыры-тыры-тыры-тыры. Как насчет того, чтобы встретить годовщину с верным спутником Питомцем Посланник Судат. Ну и об этом я уже вам рассказывал. Успевайте купить этого питомца. Настройте себе где-нибудь напоминалку, которая вам закричит 22 числа о том, что Эй, чувачелла, иди купи себе питомца. Ну или там, девчулька, иди. Смотрим дальше. Обновление. Ну, самые интересные моменты я отметил. Теперь мини-игра «Дойка коров» считается действием сбора, за который будете получать опыт. Количество энергии было раньше 5, теперь стало 10. 10 трата при неудаче 2, стало 4. Количество получаемого молока с 5 до 10 изменилось. Но если у вас сбор, уровень грандмастер, да, то вы сможете получать по 35-55 молока за одну дойку. На эксперте это 25-45, на новичке это 15-35 молока. Также исправлено естественное движение при неудаче в мини-игре «Дойка коров». Сегодня парнишка бегал, собирал на эксперте, за 460, кажется, с чем-то энергии он собрал тысячу там с чем-то молока, короче. Так что кулинары, вперед, коровы вас ждут. Что-то тут изменилось на узлах, даже не буду заострять на этом внимание. Кому интересно, ребята, кто занимается осадами на узлах, заходите, какие-то изменения тут произошли. С максимальным количеством героев арены. Так, насчет обедов. Многие сегодня заходили, говорят, о, да как так, из грандмастерского сундука убрали обеды, тыры-пыры. Нет, ребят, они остались там же. Теперь просто эти все обеды, которые были в грандмастерах, это гамбургер короля джунглей, сэндвич с мясом, сэндвич с ветчиной, особый обед арехазы и болиновский обед из грандмастеров. Они не перекочевали специалистов, они просто сделали так, что теперь их в специалисте можно сделать. Ну, в сундучок специалистов. Так что не парьтесь. Вот написали, изготовление сундуков повара в имперской поставке было немного изменено. В частности, был отрегулирован уровень сложности. То есть, просто увеличилось количество обедов, как они пишут, но не изменилось то, что вы можете упаковать их и в грандмастерские сундуки. Немножко произошли изменения в дригане в селении Красных Волков. Стало маленечко меньше одних мобов, стало немножко больше других мобов. Награда за надзирателя Кагумов, которую можно получить с определенной вероятностью за спасение трех арестантов Кагумов, было уничтожение тюрьмы предателей. Было скорректировано в сторону повышения следующим образом. И тут Броня Акумуса на 50%, Коктунак на 50%, Комбинированные мощности на 50%, Чешуя Камуса 900%, Кольцо Починения на 100%, Кафрасы на 50%, Порошок Древних Духов на 25% Окаменела Чешуя Драконов на 25%. Добавлена функция блокировки навыков транспорта, кроме транспорта гири. Это просто заходите в навыки лошади и, как обычно, вы блокируете свой шмот. Да, это Shift-PKM или Shift-LKM. Я уж точно, как бы, ну, сами думаю, разберетесь. Как блокируется шмот, точно так же блокируются скиллы лошади. Чтобы все это было прикольнее. Функция блокировки применения к транспорту будет сохраняться даже после того, как вы оставили свой транспорт в конюшне и взяли его обратно. Также сделали теперь на быструю клавишу. Можно нам поставить управление парусом. То есть, где это делается, чтобы не было, опять же, тысячи вопросов. Сразу покажу. Так, вот сам потерялся. Быстрые действия, так точно. Вот доступ быстрых действий. Вот здесь у нас быстрые действия. Ставите на любую клавишу, которая вам удобна. И все. Все очень просто. Думаю, у вас точно все получится. Также теперь изменили немножечко угол обзора. Увеличили, вернее. И немножко изменили при шифте, при карьере, рывке и таране. Опять же, угол обзора камеры. Он стал больше и как-то пообъемнее. Почему это сделано? Потому что галеона, они все-таки намного больше тех кораблей, которые у нас сейчас есть. И мы на этих кораблях. И я думаю, все испытывали небольшие неудобства. Неудобно было смотреть. Они теперь это увеличили. И теперь это будет поприкольнее. Также клавиша управления навыком судно-остановка была изменена на Shift плюс S. Если нажать клавишу S, когда судно остановлено, то оно будет медленно передвигаться назад. А если нажать Shift плюс S, то активируется навык остановка и движение назад происходит быстрее. Как-то так. Добавлена функция настройки Горевича клавиш для сложения и раскрытия паруса на судне. Только что показал. Внимательно, ребят. Очень внимательно. 12 ноября был добавлен уровень ремесла Barter. Через лабораторию Black Desert данное обновление было внесено для того, чтобы игроки, занимающиеся Barter, могли одновременно получить прибыль и опыт ремесла. То есть, это вот на той неделе добавили на ПТС. Обновление Barter пройдет 27 ноября. Я так понимаю, их там закидали всякими вопросами, и они вот этим нам объяснили. И в этот день можно проверить все детали. А после сегодняшнего обновления вы можете увидеть только измененный интерфейс Barter. Меня уже задолбали вопросами. Что за свиток Barter? Где его брать? Что это такое? Где мои Barter? И так далее. У нас изменилось вот что, ребят. Смотрим. Barter нажимаем. У нас здесь просто появилась такая фигня. Barter. Это у нас будет отдельная профа. Barter. Новичок 1. То есть, не пугайтесь, никуда ваши бартеры не исчезли. Все, что вы набартерили, можно посмотреть, встав за руль, нажав клавишу P. И здесь у вас всего бартеров, как и было, так и осталось 1710. После 27 числа, после тех работ, корицы, пообещали пересчитать эти очки бартеров нам в очки профессии бартеров. Это будет теперь профессия. Также будет ображаться здесь. И все будет норм. Опять, свиток бартера. Когда вы заходите, у многих начинается расход купонов. Бартера 1. А, что такое? Где, что случилось? Это у нас будет энергия бартера. Или как она? Сила бартеров. Я не знаю, как ее будут называть у нас. Количество этой силы будет отражено вот здесь, где сейчас у нас отражено время. Количество вот этот 1, которое сейчас написано, это количество этой энергии, потребляемой за конкретный бартер. То есть, допустим, первого уровня там будет 10, 5, там и так далее, там 1, там да и тому подобное. Никаких вам расход купонов сейчас не надо, ничего вам не надо, просто не засирайте себе мозг этим. Ничего вам не надо, ничего не изменилось. Все бартеры ваши на месте после 27 числа, когда поставят это обновление. Мы более подробно его рассмотрим, сделаем конкретное видео подробно. И вы зайдете на расслабончики, посмотрите, попивая кофеек, чаек, где вам все просто и доступно, понятно. Об этом расскажем мы, Соли. Ну и на этом все. Больше никаких интересных обновлений здесь нет. Давайте еще зайду. У нас стартует турнир арены Арши. Кому интересно, регистрируйтесь с 13 ноября по 24 ноября. Это регистрация участников, отборочный этап с 30 по 1 декабря. Турнир пройдет 15 декабря и групповой этап с 7 по 8 декабря. Награды довольно неплохие. Первое место 60 тысяч жемчугов, второе место 30, третье 18, там 12, всякие титулы получат, коробочки там и так далее и тому подобное. Кому интересно ПВП, теперь у вас есть возможность получить оттуда еще неплохие плюшки. На этом все, ребят. Кому было интересным и полезным, ставим лайк, подписываемся на канал. А на этом все. Всем счастливенько. Всем пока.